Здравствуйте! Это реальные новости на канале Страна для жизни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. Сегодня утром стало известно, что с законом утвержден новый внешний вид государственного герба. Нет, это не погоня, вот как было, а вот как стало. Как говорила моя бабка, поправили козе хвост. Найдите 10 отличий, и даже если они кажутся вам незначительными, то значительными окажутся госзакупки новых изображений во все кабинеты директоров, заводов, административные здания, школы, университеты и так далее. На гербе изменилось немного. Цвета, форма колосьев, контур Беларуси в лучах солнца стал золотым. Можем себе позволить. А также в законе номер 83.3 от 4 января об изменении закона о государственных символах Республики Беларусь. Земной шар развернут Европой к смотрящему. Совпадение? Думаю, да. Вечером 6 января перед длинными выходными минские дворы и районы вышли на вечерние прогулки. Гуляли Юго-Запад, Пушкинская, Серебрянка, Зеленый Лук, Грушевка и Боровляны. Цепи солидарности были также на Богдановиче и на Уруче. Акция прошла даже в ТЦ Данамол. Своими действиями, зверствами и во дворах вооруженные налетчики, орудующие под патронажем МВД и прокуратуры, вызывают закономерную реакцию общества. Мы собрали некоторые кадры со вчерашних прогулок Менчан. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Правозащитный центр «Весна» с помощью активистов волонтерской службы посчитал, сколько и как за это время потерпело людей от действий власти. С 9 августа в Беларуси задерживали людей более 26 тысяч раз, но всего задержанных 25 326 человек. Это означает, что более тысячи человек были задержаны милицией два и более раза. Суды Беларуси, в общем, вынесли не меньше 6 тысяч, даже более 6 тысяч постановлений об арестах и около 4 тысяч постановлений о штрафах по статьям 23.34 и 23.4 КОАП. И в отдельных случаях по статье 17.1 КОАП. При этом предупреждение было вынесено только в 87 случаях, ну а дел, которые в итоге закрыли, не больше 20. Общее количество суток, которые отбывали мирные демонстранты за почти 5 месяцев, более 83 тысяч. Всего беларусы получили в виде наказания 66 663 базовых величин. То есть люди заплатили власти штрафов почти на 1 миллион 800 рублей, что в пересчете на национальную валюту 700 тысяч долларов. В ЦИП и ИВС в Рождество решили, что не будут принимать передачи для заключенных. Передать родственникам и знакомым можно будет только лекарственные препараты. Вы не поверите, но опять, опять во всем виноват коронавирус. Если бы не вирус, сослались бы на дезинфекцию. Грустно, но новостями о задержаниях в судах с задержаниями ВВС и СИЗО уже никого не удивишь, но мы попробуем. Суд Советского района Гомеля приговорил гомельчанку к 7 суткам лишения свободы. Ее обвинили в участии в несанкционированном митинге. Так суд расценил хоровод в лесу вокруг елки. В Гродно прошел суд над мужчиной, который был задержан 27 декабря прошлого года на детском празднике у храма в микрорайоне Барановичи. Гродненца оштрафовали на 5 базовых величин за участие в несанкционированном массовом мероприятии. По версии милиции он фотографировался с БЧБ-флагом в 150 метрах от утренника, а потом пришел на праздник. По версии самого мужчины все было чуть совсем радикально иначе. Он рассказал, что был на елке вместе с женой и дочерью. Это был обычный детский праздник. Людей с символикой вообще не было. В момент, когда приехали разгонять, дети рассказывали Деду Морозу стихотворение. Мужчина был рядом с этим действом с родными. В РОВД ему рассказали, что сотрудники просто переписали номера машин, которые стояли у церкви в тот момент. Его машина там тоже была, и поэтому его на следующий день задержали. А дальше шантаж, подписанное протоколы и признание вины. Если вкратце, схема такая. Не подпишите протокол, все праздники просидите в СИЗО. Подписал, не хочется Новый год встречать за решеткой. Затем суд. Признайте вину, иначе, если не признаете, будем ждать свидетелей милиционеров. Они будут не скоро. Дело на доработку, а вас в СИЗО. Признаете, получите штрафы свободны. Признал. И так везде и повсюду. И хорошо, если повезет, и не будет пыток, насилие, издевательств и унижений. На что надеются те, кто исполняет преступные приказы и выслуживается, непонятно. Хотя, кого я обманываю, понятно. Надеются они, что ничего не изменится, а когда изменится, то все уже забудут. А даже если не забудут, они будут говорить. Это был приказ, у меня дети, кредиты, я не мог отказаться. И будут ждать понимания от тех, чьи дети были покалечены. Чьи родители были избиты и унижены. От тех, чьи близкие пропали без вести или убиты. Очень бы хотелось чаще слышать от инициатив, таких как Байпол, Нао и штаба Светланы Тихановской, что ответят все. Не будет больше никаких амнистий, повторять это надо почаще. С одной стороны, это может вызвать у силовиков еще более остервенелую защиту, нагретых мест и ягодичных полушарий. С другой стороны, верить, что вдруг одумаются, осознают, увы, не представляется возможным. Прокуратура отказалась проводить расследование по заявлению о пытках и угрозе жизни анархиста Миколы Дитка. 25 декабря Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитников подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести немедленную проверку по информации об обстоятельствах угрозы жизни и здоровья политического заключенного Миколы Дитка. 4 января правозащитники получили ответ из Минской прокуратуры. Документ подписал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства управлением Следственного комитета Республики Беларусь Андрей Корабельников. Он, ссылаясь на отсутствие доверенности от Миколы, отказался проводить какую-либо проверку по информации об угрозе жизни, опубликованной в СМИ и телеграм-каналах. Не впервые слуги закона этот же закон с легкостью переступают. В соответствии со статьей 171 Уголовного процессуального кодекса информация в СМИ может служить поводом к возбуждению уголовного дела. На минуточку. Расстрелянные за теракт в Минском метро Коновалов и Ковалев невиновны. Об этом заявил Игорь Макар, бывший боец антитеррористического спецподразделения МВД Беларуси «Алмаз». Тогда, 11 апреля 2011 года, в результате взрыва в метро погибло 15 человек. Каратели быстро нашли виновных, осудили и расстреляли. Ими оказались электромонтер Владислав Ковалев и токарь Дмитрий Коновалов. Игорь Макар готов предоставить доказательства того, что взрыв произошел от закладки в полу, а не от принесенной сумки. Многие белорусы не верили в виновность и причастность расстрелянных, но промолчали. Правозащитники попытались пошуметь, но толку не было. Радует, что белорусское общество наконец-то проснулось и открыло глаза, и спросит наконец сузурпатора и его банды за все. От похищения и убийства Захаренко до незаконного задержания по липовым делам пенсионеров за все 26 лет. Но это возможно только в случае смены власти. Не хочется говорить после ухода самоназначенного, потому что уход это как-то слишком красиво звучит. А красиво уйти уже не получится. И даже замаливание грехов и индульгенции, за которыми в Рождество человек по чьей воле и из чьего одобрения совершались убийства, теракты, пытки, заявился в церковь, чтобы там нет-нет, не покаяться. Он туда поехал читать проповеди и рассказывать, что Рождество это его любимый праздник. И что Бог ему нашептал, что каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Напомнил сам себе пророк, что очень страшно потерять то, что мы имеем. Кто мы, не уточнял и сколько они имеют, не рассказал. Вчера мой коллега, учитель, мой кумир, золото, свет, котик, гений мысли и слога Евгений. Такое общество Евгений рассказал, что вчера БПЦ получила предупреждение и угрозу, и что после еще одного предупреждения будет закрыта вся БПЦ на территории Беларуси. Мы тут подумали, знаете, вот о чем? Что это предупреждение не за грехи перед захватившими власть, а во избежание их и любых действий, которые могут быть истолкованы как поступки в рамках законов божьих. Мало ли церковь вдруг не оправдает насилие и скажет, что это грех или будет призывать силовиков к покаянию. А так предупреждение есть, и попробуйте только пикнуть в сторону отца, его сыновей и седого духа. ОМОН. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью призвал белорусский народ решать вопросы мирно, а власти не откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие в обществе. Ой-ой-ой, батюшки мои в рясах, что ж творится-то такое? Пока Вениамин всея Белоруссии выслуживается перед самокоронованным и им переболевшим, Кирилл всея Руси, который выслуживается перед самообнуленным, делает ата-та, призывая к миру и скорее всего к единому великорусскому. В это время белорусы оставляют на воротах церквей записки. Мое Рождество, цитата, теперь 25 декабря. Спасибо, батюшки. Нет-нет, мы не призываем менять веру, не говорим, что православие это правильно или католицизм это хорошо. Мы только говорим о том, что церковь не должна прислуживать государству. И наоборот. НАУ будет добавлять делегатов Себелорусского народного собрания в санкционные списки. Павел Латушка заявил, что уже начали появляться списки делегатов, однако реальных представителей народа, как и ожидалось, в них нет. Широта социальной базы этой сходки очевидна и говорит о недоверии нелегитимного ко всем, кроме карманной номенклатуры. Каждый марионеточный делегат будет автоматически внесен в базу Единой книги регистрации преступлений, о действии собрания как организованной группы, будет дана правовая оценка. Он также добавил, что будет добиваться санкций для всех участников 6-го Всебелорусского антинародного собрания. Ребята, сегодня Рождество. Во-первых, мы вас поздравляем. Во-вторых, говорим о том, что не забывайте писать всем политзаключенным. В такие моменты им особенно нужна ваша поддержка. Пишите Сергею Чехановскому его адрес, все данные, по которым вы можете ему написать, они будут внизу, как обычно. А также не забывайте о том, что на сайте правозащитного центра «Весна» есть абсолютно все политзаключенные, которым можно написать, а главное нужно. Спасибо, на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин